Как рассчитать, сколько нужно цветов для составления экспозиции? Смотрите, если прям вот так критично, вам точно надо рассчитать, сколько там цветов. Вот если бы света вообще не было бы в зале, сделай. Сделай так, что вот если бы не было света в зале, это бы выглядело вот так. Друзья мои, мы пришли сейчас с вами в банкетный комплекс «Шелк». В данный момент у нас полная тишина, потому что до начала банкета еще целых три часа. Но при всем при этом у нас уже все готово, все в полной боеготовности. И я позвала вам Марии, знаешь, у меня сегодня стилист была Мария Касабланка, надо тебе придумать какое-то другое имя. Мария Луна, она тоже была. Я была первая Касабланка. Она была первая. Касабланка номер один. Что я могу тебе говорить? Ладно, пусть будет первая Касабланка, а Зеликина у нас будет Мария Луна, да? Как? Мария Луна. Как? Неважно, какая разница. Главное, ты Касабланка осталась. Знаешь, кстати, я недавно присмотрела наши выпуски, наши монтажи. Очень душевные, очень приятные, очень такие милые. Люди. Да. В этих выпусках. Нет, люди. Очень милые. Ну, правда, хочется смотреть, понимаешь, видно, что мы вкладываем душ. Я смотрела, я старалась смотреть как бы от третьего лица, да, просто какая. Ну, оценивала себя, думала, боже, какая это я. Сейчас, конечно, проект на уровень выше. Было миленько, симпатично, душевно, а сейчас уже стало солидно и более грандиозно, масштабней. И, ну, может быть, профессиональней, что ли. Вы тоже так считаете? А ну-ка напишите нам в комментариях. Сейчас такие, да, ну, фу, ну, не знаю. Была фигня, я еще не знаю. Стала вообще полупотража. Здесь у нас, слушайте, вы даже не представляете, насколько здесь пахнет цветами. Здесь, знаете, просто такой запах сейчас цветов стоит невероятный. Здесь сказка флориста называется. Я, кстати, добавила чуть-чуть еще. Мы сейчас добавим, да? Да. Почему пахнет? Потому что... Слушай, я была уверена, что это пион. Ну, как бутончик, да. Пион, бутон, шарик. Потому что сегодня, когда я показывала букет невесты, я говорю, ой, смотрите, и здесь пиончик, и там пиончик, а это не пион. Как тебе букет, кстати? Очень красиво. У нас в месте просто в восторге. Я букет тебе варю с моей сережки, да? Я смотрю, ты глаз положила в эти сережки, я смотрю ей в глаза, а она смотрит на мои сережки в этот момент. Это случай, когда рядом с девочкой девочкой девочкой. Прошла такая красивая. Я очень люблю, когда невесты нравятся букеты. Она просто в восторге. Я тебе обязательно покажу ее реакцию. Ай, какой букет твой! Я не отдам, она вам слишком красивая. Тем временем у нас приехал букет невесты, у нас приехала бутонерочка. Смотрите, насколько она просто очаровательная. Здесь маленький пиончик, малюсенький. Посмотрите, какой малюсенький пиончик. Ой, да, малыш. Малыш пиончик, и тут малыш и пиончики. Пионяшки. И сзади видеограф переставляет мебель. Если вы невеста, которая только начинает подготовку к своей свадьбе, не забудьте перейти по ссылке в описании к этому видео и забрать файл, который я приготовила для вас. Здесь у нас композиция на полу. Многие невесты переживают, что будут видны ноги. Да, может, она захочет снять туфли. Если мы можем снять немножечко стресс невесты, почему это не сделать? Да, почему это не сделать? Да, поэтому, когда у нас такие столы, это же привезенные столы, арендованные, это не от площадки стол. Он специально выбран, специально привезен. И тоже получился такой градиентик, как в букете. Да, то есть мы хотели сделать, чтобы у нас цветочки, которые марсальные, они потихонечку сходили на нет. Это всё равно с белые и немножко кремовых по всей композиции. Здесь добавлена та же ежевика, которая у нас в букете невесты. Честно говоря, это несогласованность. Я не предупредила невесту, что будет ежевика. Ей очень понравилась эта идея. Она говорит, ой, так классно, говорит, захотела покушать. Я говорю, ежечку. Смотрите, расскажу про ягоды в букете. Ягоды, значит, в них можно использовать только специальные ягоды, которые покупаются в флористическом магазине. То есть это не собранная с грядки, там, не знаю, малина, ежевика, там, черника из леса. То есть кушать её нельзя? Не в этом вопрос. Да, флористическую нельзя кушать. Но ягоды оставляют пятна на платьях. Если ты потрогаешь, это недозрелая ежевика. Она, вот захочешь её, только молотком ты её разобьёшь, она не надо сока, и всё будет в порядке. Вот, то есть имейте в виду, девчонки, конечно, красиво очень смотрится, но это очень осторожно. То есть просто, ну, будет платье в пятнах, в красных, видишь, или филетвых. Да, так себе история, да. Так вот, я просто почему его поставила, потому что обычно в такую марсальную тему, да, ягоды, они прям подходят. Вот, у нас не совсем марсальная, да, у нас никакие вкрапления марсалы, красного, бордового, в кремово-бежевые оттенки. Ну, такая классическая сегодня свадьба, у нас очень классическая невеста. Знаешь, что мне, за что я всё-таки продолжу свою тему, за что я ценю Марию, за то, что с другой стороны букет выглядит не менее приятным и красивым, нежели букет с внешней стороны. Ребята, ребята, будут все с этой стороны, понимаешь, и будут, и тут, кстати, вообще живые всё взрослочки. И здесь запах такой очень-очень приятный, прям чувствуется вот этот вот запах цветов, это очень ценно, конечно. И если посмотреть и с этой стороны, и с той стороны, букеты насыщенные, и ребята сидя будут видеть красивые цветы перед собой. Но я знаю, что есть флористы, которые делают только внешнюю сторону. Ну, которые экономят, да. Которые делают только внешнюю сторону красивые, а с этой стороны, ну, зеленушечка, там, ну, ещё что-то, и вроде как не так важно, но ведь это день ребят, это ведь их день, это же их праздник. И, конечно, хочется, чтобы они не только видели счастливые лица своих гостей, которые восхищённо смотрели бы на них, но всё-таки, чтобы они наслаждались красотой, да, в конце-то концов. Поэтому я считаю, что это очень ценно, и это очень правильно, что в данном случае и с этой стороны тоже букет выглядит хорошо. Дальше. Композиция, которая над головой у молодожёнов. Она тоже вот эти вот цветочки, как они называют? Дельфиниумы, да? Это и устома, и лизиантус. Выучи все цветы, смотри, их с обланкой нашей. Вот эта вот композиция, которая свешивается над молодожёновыми, тоже вот этот вот аромат. Если обратите внимание, сбоку, да, видно, что какие-то розочки выходят вперёд, а какие-то утопленные, потому что они должны быть таким монолитом. И они развернуты тоже все. Да, они повернуты, да. Они должны быть монолитом, такой прям это колбосятина. И тоже переход цвета, градиент от красного через розовый к белому тоже приходит. Да, а теперь к нашему столику. Про стол, да, хотел сказать, смотрите, прозрачный стол – это хорошо, но когда их адекватеры заказывают, они иногда забывают, что тут стол просто вот такой вот, что это большой, как аквариум, по факту. Да, да. И вот это дно обязательно нужно заполнять чем-то нашу столешницу, потому что вот в данном случае у нас просто ткань. Просто обычная ткань в полиции свадьбы красиво сложена, да, вот такими складочками. Ну да, она такая, что это за цвет? Это бежевый. Пудровый, да. Мы хотели добавить еще цветов, но поскольку у нас тут много флористики сегодня, у нас вообще сегодня день флориста, вот, потому что будет перебор. И, в общем-то, так оставили их в складочке. Если бы у нас не было композиции здесь, да, или они были маленькие, то мы обязательно бы здесь что-то добавили, какие-то еще элементики. Ну, салфеточки здесь сегодня местные, подставной тарелочки у нас сегодня здесь нет. Ну, плохого качества салфеточки, кстати, видишь, как они еще сложены, вот не ровненько, вот такой вот с лесенкой. Да, с сложной лесенкой. Кстати, к вопросу о том, как складывать салфеточки. Мы тут были на одном мероприятии, подержи, пожалуйста, Маша. Мы тут были на одном мероприятии в другом городе. В другом городе. В другом городе, да. Не будем говорить о каком. Не будем. Тайна, покрытая маншафрой браком. И, значит, на этом мероприятии было вот так. Ира, ты умеешь складывать эту штучку? Я не умею складывать, но я сложу. Я должна... Очень худенькая колбаска. Я должна это показать. Стоять не будет, потом упасть потолще. Неважно, неважно, тут суть не в этом. Не будет стоять у тебя. Ну, короче, вот такая колбаска. Она не такая была, да иди, сложи. Сложи, вот покажи мне колбаску. Ты пока говори. В общем, Маша, ну ты же... Что, я красиво сложила? Нет, у меня тоже не стоит. Ну, в общем, вот такая... Там другая была, салфетка пожёстче. Ну, не Маша, вот такая колбаска. И они вот такие колбаски ставят вот так вот на... На... Свечечки, да? Пускай. Вот такие вот свечечки они ставят на тарелочки. Я когда это увидела, вот это... Вы издеваетесь, что ли? Вот такие колбаски, вот такие колбаски ставят в столовых в Советском Союзе. Вот так салфеточки складывать нельзя. Это плохо. Это выглядит некрасиво, когда стоит, салфетка стоит на тарелке упала. В общем, а я положу по-человечески. Да. Свернее. Ребята, в свою очередь, сказали, вы ненормальные какие-то москвички приехали. Не ребята, а менеджер. Да, не умеете складывать... Да, ребят, нормально будет. Не умеете складывать салфетки, как надо. Вы ненормальные, и вообще стулья должны быть в чехлах. Мы что, будем сейчас все переделывать? А зачем вы привезете свои стулья? А что, наши не нравятся? У нас же к ним чехлы. А мы без чехла, кстати, их не используем. А что в вашей студии? Они хоть человек этого держивают? На них можно и сидеть? И столы привезли. Бывает, и такое. Зачем вы это делаете? У нас что, стола нету? И не важно, что у нас... Мы вам обещали 9 овальных столов, а у нас, по факту, их 5. Ничего страшного, пусть один стол будет прямоугольный. Вот, знаете, это боль. Это, как пишется, боль, от которой никуда не деться, к сожалению. Девчонки, невесты дорогие, если в вашем банкетном зале вам предлагают, как конвертик, видите, выглядит. Видите, здесь вот две. То есть можно положить вот так вот, а по модному сейчас вот так немножко сдвинуть. Если в вашем банкетном зале предлагают вам поставить свечечку вот такую, что гости заходят, а у них вот стоят вот такие салфетки на... Может, смеешься. Салфетки на столах. Девочки, меняйте площадку сразу. Это, знаете, лакмусовая бумажка. Все начинается со стоящей салфетки. Продолжается. Продолжается с чехлами. С чехлами. Зачем привозить стол? А вообще у нас хороший стол с отколотым уголочком. Скатерочку сейчас нам принесем. Скатерочку. На перрон положим. На две трети только закрываю. На перрон положим. Еще у нас есть юбка белая, а на перрончик айвори. Знаете, как красиво? В общем, вы сами того не замечаете. Просто садитесь в машину времени и улетаете в далекие 90-е годы, где было модно. Или свечка салфетка. Или вы попадаете как героями климов и постановитесь про пьяную любовь. Тоже. Да. Я вот стала замечать, даже наши пары периодически говорят, нам не нужен короб для денежных подарков. Говорят, говорят, да. А мы говорим, слушайте, куда вы будете, вам же будут дарить подарки, денежки, конвертики, куда вы складываете будете. То есть вы будете в карманчик вот так вот. Да. Ну это будет какой карман-то будет у жениха. Они говорят, не надо нам. Вот он некрасиво смотрится, этот короб, потому что все привыкли в 90-е годы. Умажно сундучки с ленточками, с бантиками, домики какие-то. Вот, в данном случае, пожалуйста, короб здесь так джик, зашел джик, джик. Он, в общем-то, нейтральный, такой невесомый, что он похож на любой декор. Да, и абсолютно его не видно, он стеклянный, он красиво выглядит. Кстати, я вот так вот ставлюся, по диагонали. А, ну здесь по диагонали, да, правила бы понятны. Вот, это к вопросу о том, что девчонке, мальчишке короб нужен. Вопрос, как он будет выглядеть. Да, то есть, конечно, короб как сундук какой-то, да, там, обвешенный чем-то. Это так себе история. А когда все-таки короб подходит под стилистику, под тематику, а если посмотреть, то здесь рисунок подходит еще и под стульчики. Заметили вы? Свет. Свет решает. В очередной раз говорю, что свет решает. Там у нас на президентом столе внизу также лежала подсветка световая. Я вам не показала, но она там есть, и это видно, что свет идет снизу. Плюс светом подсвечивается еще и президентный стол. Посмотрите, как сверкают стульчики, да, вот от этой световой подсветочки переливаются. Возвращаясь, да, что свет все-таки решает, но здесь сегодня свет у нас не только на тотемах. Да, у нас сегодня секретик. У меня вот такой пультик. Внутри в композицию вставлена лампочка. Лампочка, да. И можно менять цвет. Это красный. Да, вот красный. Видите, у меня красная рука стала. Зеленый. Голубой. Желтый. А вот, наверное, какой-то вот такой голубоватый оставить. Как вы думаете? Ты меня оставишь от пульти? Оставлю тебе, Юра, поиграй. А он везде меняется, на всех? Да, нужно каждый подойти. Мне нужно подойти каждый, потому что у него дальность небольшая. Хорошо. Вот оно что. Вот это волшебство. Я буду целый вечер ходить только. И что самое главное, да, вот тоже многие переживают по поводу высоких композиций. Начнем с того, что когда вообще нужно ставить высокую композицию. Вот если посмотреть на этот зал, вот поднимите голову наверх, да, если посмотреть на этот зал, то он такой очень классический этот зал. Он называется, в принципе, классика-холл. Да, а он очень классический. Здесь вот эти вот люстры классические. Здесь вообще классический интерьер очень в этом зале. И поставить сюда какие-то маленькие композиции, ну, наверное, это было бы не самое правильное решение. Это первое. Второе. Когда вот зал такого плана, когда есть там разноуровневость потолка, хочется, чтобы композиция также была высокая. Потому что маленькая композиция, опять же, потеряется, но многих пугает высокие композиции. Они переживают, что они не будут видеть, что они не будут видеть гостей. Но за счет того, что есть вот эта вот, какая здесь высота. Во-первых, да, вот еще раз я все время об этом говорю, что у нас тоже смотрят флористы. Девочки по правилам, по цветочному этикету, если композиция низкая, то она должна быть где-то не более 35 сантиметров от столько, либо, если она высокая, то цветочная шапка начинается должна от 65 сантиметров. То есть на уровне глаз, костей ничего не должно быть. И, конечно, когда это высокая композиция, то сама ее подставка должна быть, вот видите, как у нас, она максимально прозрачная, легкая, и, кроме того, просто приятно на нее посмотреть. Да, да. Вот. Такой еще момент. Если бы она стала стоять по-другому, допустим, стала стоять здесь, была бы другая высота потолков, то композицию мы бы тоже сделали выше. И эту высоту мы промеряли именно вот под то, что у нас в этих местах по бокам, да, там танцпол получается, а подолок ниже. Вот. Так бы можно было сделать еще выше. Смотри, Макс сейчас высветит... Макс вообще он приехал тоже вместе со мной, не знаем, когда, с утра. Вот, тут уже куча техники. Ну, потому что, потому что, потому что это команда. Потому что это команда, потому что я у всех забрала паспорта, и у них нет выбора. И, значит, со стульями. Обратите внимание, что у нас в Палеитре свадьбы сегодня подушка, как мы любим. Это слоновая кость. При этом она не текстильная, а... Кожная. Эко-кожа, да. Эко-кожа. Вот. Но сегодня приехали подушки текстильные. Нужного цвета, но текстильные. Вот. Я думала, ну что делать? Ну, да. Вот. Позвонила им, и они там в течение часа привезли мне новые подушки. Просто, значит, постоянник нет. Да. Но я реально вижу разницу. То есть, когда текстильная подушка, она такая, ну, 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 как печенька такая. А здесь, видите, она такая вот полукругленькая, и все-таки вот это солиднее смотрится намного. Ну, а на самом деле, действительно, если бы не было привезено этих стульев, то какие бы стулья были? Пойдем покажу. Это хорошие стульчики. Потому что они не в палитре. Они просто не в палитре. Они хорошие. Если бы была бы синяя, то, в принципе, можно было бы эти, да. Да, они красивые, хорошие стульчики, но надо было менять палитру полностью. А, кстати, синий с красным смотрится хорошо. Во! Макс отлично высветил! Оставляй так. Оставляй так. Вот если бы света вообще не было бы в зале. Сделай так, что вот если бы не было света в зале, это бы выглядело вот так. Как вам? Красиво? Да, да. Как это вижу я, как это видит мой телефон, да, это из этой оперы. А теперь, когда свет в зале. Вы видите разницу? Ну-ка напишите в комментариях, видите, вы ли разница или нет. И те, кто самый внимательный, кто увидел разницу, и те, для кого, на кого подействовала эта разница, и те, кто задумался о том, что, слушай, действительно, мне ведь надо, наверное, заказать свет для того, чтобы подсветить основной стол, подсветить гостевые столы, напишите тоже в комментариях. Мне вот очень важно знать, что вы получаете нужную информацию от моих видео, и ваша свадьба будет еще более продуманная, еще будет более интересная, более красивая, слаженная и так далее, и так далее, и так далее. Питеты можно подбирать бесконечно. Напишите в комментариях очень. Нередко, нередко девчонки, подписчики с канала, задают вопрос. Ирина, а скажите, пожалуйста, сколько роз нужно для композиции? Потому что я хочу проконтролировать флориста по количеству роз. Маша, ты показывала тот пионовидный роз, одна, там такая-то розочка, еще одна, такая-то розочка, еще одна, еще одна. А это пионовидный, а это кустовая пионовидная. Ты мне скажи, как рассчитать реально количество цветов? Это одна композиция, окей, а композиции же их несколько. Как рассчитать, сколько нужно цветов для составления композиции? Посмотрите, если прям вот так критично вам точно надо рассчитать, сколько там цветов, то можно посчитать по картинке. У вас же есть фотография композиции, которая вам нравится. Прям берете, считаете, умножаете на 2, потому что еще задняя часть из композиции, еще немножко прибавляете, потому что еще боковиночки есть. А если мы говорим про, как мы рассчитываем, то мы на самом деле берем все время с запасом. Потому что мы, конечно, максимально стараемся просчитать, понимать размеры, мы приезжаем на площадку, смотрим, как у нас сегодня длину этих стоек не могли до конца сначала понять, выше, ниже, по потолкам. И некая доля все-таки такого экспромта во время производства композиции, она есть. То есть мы там можем что-то чуть поменять, можем попышнее сделать. Обычно это мы только в сторону увеличения делаем. Сложно рассчитать, просто берем с запасом и уже по факту решаем, сколько там нам нужно. Вот сейчас у нас флорист, например, в данный момент. Вот смотрите, включили свет, увидели, что там нужно добавить еще несколько цветов. Флорист подбегает и добавляет еще цветы там-сям. И вот Маша говорит, я еще на ту композицию, на левую, кстати, я бы добавила, Маша, немножечко цветов. И вниз, и вниз, вот на правую я бы еще добавила цветов. Вот к вопросу, да? Да. Когда не было света, мы это, кстати, не видели. Сейчас все есть, сейчас все добавим. У нас все есть. Знаете, у каждой профессии есть аспекты, когда ты этим не занимаешься, ты этого не знаешь. Вот наша композиция, которая напольная, у нас тут очень много цветов, и все они обращены на зрителя. То есть вот наша основа, да, и все цветы вот сюда ставятся, вот так вот. А задняя часть, она пустая, там ноги, поэтому там ничего, ну, не так много, там есть цветы, но их немного. И у нас она вот так вот начала заваливаться. Ну, это не сегодня, это мы же не первый раз все делаем. Вот, поэтому мы еще на той стороне ставим цветы, правда, декоративные, которые никак, их очень не видно, вот. Которые уравновешивают, она не падает. Вот, а когда делаешь, как рассчитать? Потому что запас, у меня всегда запас декоративных цветов и живых цветов, да. Ну, вот флорист у нас сейчас работает, еще добавляется Лерочка. И он говорит, стоит так, когда меня спрашивают, а скажите, пожалуйста, а сколько нужно, вот давайте вот вы мне четко рассчитайте, вот сколько там цветов будет. Я говорю, ну, вас не обидим, это раз. Во-вторых, наши проекты выглядят дороже, чем они стоят на самом деле. Это так, это факт. Причем, есть такой момент, что мы же покупаем в актовых центрах специальных, где цветы продаются пачками, там 20 штук, 25 штук, там, если по-моему, видно, раза 12, там бывает, вот. А он там посчитает, у нас там 23, да? Даже если мы посчитаем, что 23, нам нужно, получается, купить две пачки, это 40, а нам нужно 23, то есть тут, ну, невозможно просчитать, поэтому просто берем запасы, мы на месте уже решаем. Секрет просто ужасный секрет, что вечером на демонтаже, когда гости расходятся, я всем раздаю, прям, вот говорю, ребята, пожалуйста, возьмите цветы, пожалуйста, вот, ну, обычно берут, но кому-то просто, знаешь, еще говорят, они что, живые? Да, да, это вообще обидно, да, ты думаешь, елки-палки? Мы столько труда потратили, чтобы этот цветок не завял, чтобы он до сюда доехал, чтобы он красивым, чтобы он подходил, вот, а люди подумают, что это просто, ну, ну, там взял декоратор своей цветочки, там, который у него в наличии, там, поставил, там, как-нибудь так и нормально, вот, так вот, и, ну, бывает, когда люди там, ну, просто там, не доедут, там, ну, не берут, в общем, и я их выбрасываю, знаешь? Жалко. Да, а мне ничего не остается делать. Цветы на вашем мероприятии, они вообще огромный-огромный путь проходят, то есть, они приезжают в какой-то страны, там, допустим, с Эквадора, из Голландии, еще есть, сейчас еще из Питера хорошие питомники, вот Калуга есть питомник, у пионовидных роз, они все приезжают в оптовые центры, туда приезжают все флористы, набирают их, везут себе там в студию их, обрабатывают, чистят, потом везут уже на площадку, либо там на месте собирают уже, везут готовые, но здесь есть некие моменты, что при транспортировке, конечно, надо следить, потому что они живые. Лучше, конечно, собирать на месте, правильнее собирать на месте, в то есть верение красоты. Так вот, затем, если они приезжают сюда, то есть в одном окоподисце, цветы из разных еще уголков, все это могут быть. Затем они разбираются вечером на демонтаже и едут обратно, то есть круговорот цветов. За это время, конечно, они уже теряют свою свежесть, как и ни крути. И к утру, например, они могут быть уже там, ну, просто не отдашь, как-то некрасиво такие цветы отдавать. А бывают, они прямо иногда идеальны, иногда еще могут на неделю стоять. Да, я беру, конечно, когда мне жалко. Но поскольку сейчас у нас свадебный марафон, вчера была свадьба сегодня и завтра, вот. И мы еще не отошли от свадьбы в Сочи. В общем, завтра я цветы домой точно не возьму, потому что уже не до них правильнее. В общем-то у нас все готово, мы молодцы. Приехал уже ведущий, а время 16.15, банкет у нас начинается в 18.00. У нас еще время, гуляй, не хочу, раскалывай, не хочу. Вот люблю я так, понимаете, это люблю, когда все слажено, все четко, все готово, и ты в спокойном режиме ожидаешь приезда молодоженов. Вот так мне нравится, так здорово. С этого места я начинала сегодняшний репортаж. На этом месте хочу и закончить. Банкетную часть я вам не показала, но в силу того, что программа есть программа, а мне очень хочется показать именно за кулисей, именно подготовительную часть мероприятия. Надеюсь, что это видео вам понравилось, было интересно и полезно. Не забывайте, пожалуйста, ставить пальчики вверх, подписываться на канал и включать колокольчик, чтобы не пропускать свежих выпусках. Всего хорошего и пока-пока. Корнева Ирина Корнева Ирина Она по любви Банкетный зал, побережье веранда Рядом с Ириной крутая команда Каждая девушка свадьбы достойна Веселой и красивой Ирина спокойна Она на вопросы знает ответы Только для вас открывает секреты Сказка становится с нею реальной Ваша свадьба может стать уникальной Сказка Корнева Ирина Тысяча три сообщения в личке Корни в аферина Она по любви, не по привычке Корни в аферина Тысяча три сообщения в личке Корни в аферина Она по любви Корни в аферина